Из-за этого неверующие люди, которые видят, что мы проходим через причастие, то тогда люди обращаются к Богу. И точно так же через крещение, когда они видят, что человек выходит из воды, ему дается при крещении новая жизнь, и люди, видя, как прощаются грехи, дается новая жизнь. Люди неверующие обращаются к Богу. И сила этих постановлений, этих заповедей заключается в том, что это картина Евангелия. Господь дал нам эти постановления для того, чтобы мы постоянно вспоминали о Евангелии, которая спасает людей. Вы правда же благодарны Господу, который дал нам Господь, дал эти постановления. Господь дошел до нашего уровня, чтобы показать нам картину того, насколько сильно Он любит нас. И это то, в чем заключаются эти постановления. Сегодня утром я хочу, чтобы мы с вами концентрировались. Каждый месяц я хочу, чтобы мы концентрировались на причастии. Но сегодня особенно я хочу говорить о крещении. Вы знаете, многие люди по-разному верят, думают, у них разные споры, мнения по поводу того, что из себя представляет крещение и какое взаимодействие между крещением и верой, и спасением. И я хочу сегодня, я молю тебя, молю Господа, чтобы Господь показал вам, дал со всей ясностью, что такое крещение, почему оно важное. Потому что я не хочу, чтобы вы услышали мои слова, я хочу, чтобы вы услышали слова Божии. Я хочу, чтобы вы услышали о том, как крещение должно происходить. И я хочу, чтобы мы все были с вами, обобщались в этом. У нас было единое сердце в отношении крещения. Поэтому давайте с вами посмотрим на 28 главу Евангелия от Матфея, 18 стих. И приблизившись Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел им. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Господь, Отец, спасибо Тебе за слово Твое, к которому походим сегодняшним утром. Я прошу Тебя, если люди присоединяются сегодня, где бы они ни были, физически пришли сюда, через интернет, это другая церковь. Если эти люди не знают Тебя, Отец, если они никогда не верили в себя Христу. Господи, я молю Тебя, чтобы Ты открыл себя им, открыл глубину их греха и увидели красоту и чудо того, что Иисус сделал для них на кресте. И сегодня, чтобы они родились свыше, поверив в Иисуса Христа. И, Бог, я молю Тебя, чтобы все пришедшие сюда, если люди библейские не были сегодня крещены, и я прошу, чтобы, Господи, Ты работал в их сердце, чтобы они увидели радость того, когда они ходят в исполнении и соблюдении Твоих заповедей во имя Иисуса Христа. Аминь. 28 глава от Матфея, с 18 по 20 стихи, 28 глава от Матфея. И вот Иисус является учеником Своим по воскресенье. И вот Он сказал, мы соберемся с вами на определенной горе, Он приходит туда. И перед тем, как Иисус вознесется к Отцу на небеса, Он оставляет определенные инструкции, определенные указания для своих учеников. Он оставляет им последнее постановление, великое постановление. Это наша миссия, не только как для церкви, но и если вы индивидуально верующие. Это для каждого из нас, вас дается великое поручение. И все это соединяется только в одной заповеди. Это иди и делать учеников. Где говорится, идите и научите всех учеников. Вы поставляете учеников, чтобы они последовали за Иисусом Христом. И вы должны увидеть два элемента для того, чтобы поставлять учеников. Вы увидите сейчас. Мне так нравится. Господь делает настолько просто все это. Это первое, чтобы поставлять учеников, научить народы. Это крестить их, первое. А второе, и прости твоим имя Отца, Сына и Духа Святого. И второе, и дети учаев соблюдать, что я заповедовал вам. И мы когда-то и до этого разговора дойдем, и до этой проповеди о том, что значит соблюдать заповедь. Но сегодня мы фокусируемся на крещении. Я хочу, чтобы вы посмотрели три части крещения. Они заключают в себе три части. Это заповедь, это заповедь, данная Иисусом. Нету никакого абстрактного здесь мышления. Он сказал, заповедовал, что все, кто полагают веру свою в Иисуса Христа, они обязаны креститься. Это прежде всего заключает в себе, несет с собой послушание. И вы можете даже аргумент преподнести такой, что самое первое, что Господь повелевает вам сделать, когда вы только приходите к вере, это заключается в том, чтобы идти креститься. И единственное исключение, исключение, которое при этом люди всегда преподносят, критики того, о чем мы говорим. Как насчет того вора, который был распят по другую сторону Иисуса? Но ведь этот вор на кресте, он же не был распятым, когда происходило, распятие происходило на кресте. Ведь тогда вор не крестился. Я хочу, чтобы вы поняли, что спасение основывается на вере. Но вы познайте о том, что вор, который был распят на кресте, он крестился не потому, что он не крестился, не потому, что он не хотел, а потому, что он не мог. Потому что, когда ты пригвозен ко кресту, ты теряешь способность идти и креститься. И модели, которые мы с вами постоянно, именно это, постоянно эталонны, к которым мы должны стремиться, что люди, которые полагают веру свою во Христа, они крестятся. Посмотрите, вспомните Евнуха, царица Кампадокия, или я уже не помню кого, в восьмой главе Деяния, то, что он сходит с колесницей и крестится. И в Исаии говорится о том, что, я извиняюсь, они читают то, что описывается в 53 главе, описывается в 53 главе Исаии, когда этот Евнух читает эти стихи с Филиппом, он говорит о том, что мне препятствует тому, чтобы креститься. Идет и крестится. И Петр во второй главе, он проповедует, проповедовал Евангелие. Говорится, что дошло это просто до их ядра, их сердце. И вот, и что они эти люди, которым проповедано было, которым было проповедано Евангелие. И они говорят, что же нам делать, Петр? Петр говорит, вы веруйте Христа, раскаетесь грехов своих, и идите креститься. И когда крещение – это послушание, крещение – это послушание Богу. Второе, второе, то, что говорится, Иисус говорит о том, что верующим идите креститесь. И я даже задавал себе вопросом, почему первое, что заповедует Иисус своим ученикам, новым ученикам, идите и креститесь? Он же мог заповедовать что угодно, но Иисус сказал, вы идите, научите все народы, идите, крестяй их во имя Отца, Сына и Духа Святого. Что такого значимого в отношении крещения, что Иисус говорит, это первое, что вы должны сделать. Но вы должны вернуться в первый век нашей эры. Христианство, то, что происходило, как происходило в первом веке, становление христианства, христиане – это не то, что вы в бассейне в каком-то, в церкви, на бассейне с обогревом. Нет, вы крестились публично при всех людях, чтобы все люди… И вспомните, в первом веке нашей эры христианство не было особо популярным. Но когда ты шел и крестился при всенародных, при людях, это говорили, что… Кому вы говорили о том, что Цезарь является Господом или Иисус является твоим Господом? И когда вы крестились публично при людях и говорили, что Иисус является моим кесарем, моим царем, моим господином, а не император Римской империи, люди, которые шли на такие поступки, они могли поплатиться абсолютно всем, и они доплатились, они подставляли шею и свое дно преследование, которое следовало за ними, теряли свой бизнес, семьи, их распинали. Я вам хочу сказать, потому что человек, который в первом веке следовал за Иисусом, они шли абсолютно на все. Не было таких называемых теплых христиан. Они знали, что они могли поплатиться и пожертвовать всем. И первое, Иисус говорит, что первое, когда вы придете по вере ко мне, вы должны креститься. То есть фактически, серьезно ли вы в отношении вашей веры в меня? Я вам хочу сказать, я не хочу сегодня говорить о политике, но если посмотреть, вы знаете, посмотрите на наших политиков, и что политики? Вы несколько лет назад говорили о том, когда их спрашивали о том, какая это ваша религия, они говорили о том, что это личное, это вас не касается. А я вам хочу сказать, что христианство, да, это личное, но это не значит, что вы это должны прятать теперь. Вы не можете инкогнито быть, чтобы вас никто не узнавал. Меня пугает, что много христиан есть на земле, которые думают, что они попадут на небеса без того, чтобы рассказать единой душе, хотя бы единой душе о Иисусе. Невозможно поверить, это не библейский подход, невозможно верующему, который родился свыше, не рассказывать о Христе, о том, что Иисус сделал для них. Они не могут не рассказывать об этом людям. И я вам хочу сказать, в нашем обществе сегодня христианство само по себе, даже я вам хочу сказать, даже не только христианство, а крещение. Крещение – это как бы такое что-то, что зарезервировано, ну, вот для именно то, что должно быть сделано, как бы тихонечко. Потому что сейчас, потому что что происходит в нашем обществе, оно ненавидит христианство, оно больше и больше ненавидит христианство. Но сердце христианства заключается в том, что вы должны рассказывать о Христе, воскрещение должно быть всенародно. И я всегда, когда люди приходят ко мне, я всегда им бросаю вызов и говорят, вы сейчас пришли к Иисусу, теперь хотя бы найдите три человека, кому бы вы могли рассказать о вашей вере. Написано в Евангелии от Матфея, что те, кто, кто, говорит Иисус, исповедует меня пред людьми, я того исповедую пред Отцом Небесным. А второе говорится о том, что те, кто отвернутся, отрекутся от меня пред людьми, от того и я отрекусь от того пред Отцом Небесным. Сколько из вас, мужья, которые бы снимали свои кольца с рук, чтобы не показывать о том, что вы женаты? Вы знаете, вы тогда бы нашли себя, если бы вы так поступали, нашли бы себя в очень плохой ситуации. И вот Иисус говорит о том, что если вы в действительности любите меня, вы тогда будете исповедовать меня. Если вы в действительности поймете, что я сделал для вас, тогда вы всенародно, публично будете заявлять обо мне. Мы идем всенародно, говорим об Иисусе, потому что Он сделал то же самое для нас. Когда распяли Иисуса, Его не будут в удаленном месте распяли, чтобы где никто не видел, Его до нога Его разделили, Его прикрепили, Его прямо рядом с Иерусалимом, рядом с Иерусалимом, на главной дороге, при всем, Его унизили, пред всеми, для того, чтобы вы могли иметь спасение бесплатным даром благодати. И я вам хочу сказать, когда вы знаете, что Бог продемонстрировал свою любовь, вы должны реагировать на это так, что вне зависимости от того, что я должен сделать, я это делаю, потому что Бог сделал гораздо больше для меня. И вот еще один вопрос, который я хочу задать, еще одну часть, о которой я хочу говорить, исповедание, о чем вы говорите миру? Вы первое, что говорите о том, что Христос является Господом вашей жизни, но даже более того, вы исповедуете, что вы умерли к старому образу жизни, Господь воскресил вас к новой жизни, вы Иисусе Христе, это то, почему, когда мы в церкви здесь, мы крестим людей через погружение, полное погружение в воду. И люди спрашивают, почему такое, почему такое значение имеет? Потому что, даже если говорить банально и говорить о том, что крещение – это баптизм, и говорится о том, что говорит о том, что само слово означает, и в буквальном смысле слова – это погрузиться полностью, почему мы людей погружаем полностью в прекрещение? Потому что вы увидите, потому что крещение всегда соединяется со смертью, воскресением, со смертью, с погребением и воскресением Иисуса Христа. И потому что это картина Евангелия. И когда вы спасаетесь, вы не просто очищаетесь от грехов ваших или немножко так приукрашиваетесь. Люди думают, что это какое-то небольшое очищение, вы знаете, если речь шла бы о очищении, мы бы немножко побрызгали на вас воды, и водой побрызгать, и этого было бы достаточно. Что происходит с вами, когда вы полностью доверяете себя, доверяете себя Иисусу, вы умираете к прежнему образу жизни, для прежнего образа жизни, и сейчас Господь воскрешает, где старый уходит, и новый появляется. Вот Евангелие, Евангелие, поэтому погружение полностью должно происходить. И я вам говорю, это большое дело, потому что каждый человек, который вступает в Баптистерий, вы должны знать, не то чтобы очищаетесь, так немножко приукрашиваетесь. Здесь Иисус дает вам, чтобы вы рождаетесь заново, абсолютно вы рождаетесь заново, у вас новая жизнь, у вас новое начало, у вас абсолютно все новое воскресение, как апостол Павел сказал, что я я сораспялся Христу, и теперь я буду жить, нам будет жить Христос, и теперь я не по плоти буду жить, а по духу, потому что Иисус умер себя за меня, чтобы он жил, а не я уже жил. И еще я хочу с вами говорить о том, что когда вы креститесь, вы показываете миру о том, что уже произошло в ваше сердце по вере, и поскольку вы показываете показываете веру, показываете веру, то только то, что это потому, что это только исключительно делают то, что верующие делают, и эта вера уже в вас живет, и это только суждено верующим, это не то, что каким-то младенцам могут пройти через крещение. Я вам хочу сказать, крещение в Библии проходит только через тех, которые уже поместили веру своего Христа сознательно. Я вам хочу сказать, идея того, что вы креститесь и спасаетесь, красаетесь через, будучи младенцем, по вере, через вашу веру, через веру ваших родителей, вы младенец, никто вас спасти не может, это должно быть что-то сознательное, и вы не можете спасаться через веру ваших родителей, или бабушек, или дедушек, это должно быть сознательный ваш, собственный поступок и младенческое крещение, это не библейские понятия, библейское понятие. Господь, я вам хочу сказать, Господа не впечатляют, не впечатляют грешники, которые заходят в баптистерии, которые заходят в бассейн, чтобы креститься, потому что невозможно впечатлить этим Богом, ничего особенного в этом нету, но то, что Иисус сделал для вас, о том, как вы испобедуете грехи ваши, вы принимаете Христа, вы хотите новую жизнь, когда вы понимаете, что вы умеряете для своих плотских желаний, вы доверяете, доверяете себя Иисусу, и поэтому я вам хочу сказать, если вы никогда не крестились, вы должны креститься, вы должны поправить это в вашей жизни. Одно из вещей, которые мне люди говорят, когда я встречаюсь с ними в отношении крещения, необходимо ли крещение, чтобы спастись. И зачастую человек, вы знаете, что меня фактически спрашивают? Такой человек меня о чем спрашивает? Могу ли я быть христианином и при этом не креститься? И если вы задаете с таким вопросом, с такой кротости, как я могу сказать, я вам хочу сказать, вы тогда задаете мне абсолютно неправильный вопрос. Что это означает? Могу ли я быть христианином, но при этом определенные вещи не делать и все равно любите Иисуса? Я вам хочу сказать, нет, потому что отношение вашего сердца, настоящего верующего, на основании того, что Иисус сделан на кресте за вас, тогда вы как верующие, что вы должны делать? Вы должны делать для него. Как говорится в «Я умоляю вас, братья, милосердием Божьим». По-английски говорится на основании благодати Божьей. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, потому что не что Бог может сделать для вас, а что вы должны сделать для него. Мы все, что нам дается, мы все должны отдать на служение ему. И некоторые из вас задаются вопросом, должен ли я креститься? И я хочу вам сказать, если вы крестились как младенец, но у вас не было тогда, конечно же, никакой веры, и, может быть, некоторые из пришедших сюда, вы даже не помните этого момента. Может быть, это было важно для ваших родителей, но не для вас. Почему? Потому что вы были маленьким ребенком, вы даже не помните этого события. Но я вам хочу сказать, если вы в действительности в один прекрасный момент, после того, как вас крестились, крестились младенцем, но вы при этом обрели веру, да вы должны обязательно креститься. Может быть, в какой-то момент вы были человеком, вы обратились ко Христу, но это для вас была номинальная вера, и при этом оно не имело значения. Но потом вы обратились к Нему всем сердцем своим. Конечно же, вам нужно креститься. Может быть, из вас некоторые, вы никогда не верили в себя Иисусу Христу? Никогда. Это сегодня я вам о таких важных вещах, проблемах говорю. То, что вы можете доверить себя во спасение Иисусу. Если вы Его не знаете сегодня, я скажу, что все из нас уже в зале знают, мы все грешники, потому что Иисус, Бог, Он поместил Адама и Еву в Эдемский сад, который был совершенен. И при этом Господь дал им волю выбора, что они сделали. Они согрешили. И этот грех, который инфицировал каждый из нас. У вас есть дети. Вы должны там свидетельствовать, что даже дети грешны. Я вам хочу сказать, я не должен своих детей учить тому, чтобы они грешили. Они уже вышли из утробы, они уже грешат, и я их этому даже не учу. Я вам хочу сказать, вы знаете, люди, которые понимают, что есть проблема греха, некоторые пытаются найти их в наркотиках, в медицине. Можете представить, даже по политику. И подумайте о том, что происходит. Пытаются лечение найти. Но я вам хочу сказать, только одно есть разрешение наших изломанных жизней. Это Иисус Христос. Спасение только в Нем. Он является единственным путем, жизнью и спасением. Если вы верите в себя, верите в себя Ему, если вы примете Его в сердце свое, Он простит вам грехи ваши. Если вы раскаетесь в них от всего сердца, Он поместит Духа Святого в ваше сердце. Он сделает вас новым созданием. Он поставит на тропу, которая поведет вас к вечной жизни. И вы будете знать, и будете знать, и будете знать, что в один прекрасный день вы будете с Иисусом Христом по вашей смерти. Я, вы знаете, я понимаю многие вещи в отношении человеческой жизни, но одна вещь, которую я не понимаю, и я пойду во гроб, не понимая этого, как кто-то, как кто-то может сказать, нет, нет, сказать Иисусу, который для них сказал, да, Христу, Он заплатил высокую цену за всех. И все для вас, что вы должны сделать это, довериться Ему. Если вы доверились Ему, вы знаете, что Он сделал для вас, тогда отношение ваше сердце, вашего сердца должно быть таковым, что, что же я могу сделать для него. Тогда креститесь, идите публично. Вы публично, я публично за вас умер, вы публично будете креститься для меня. И я вам хочу сказать, вы знаете, если у вас, может быть, среди вас люди, которые скажут, что мне бы так хотелось креститься, я понимаю, что мне надо креститься, но я бы так хотелось, чтобы родные мои были рядом, чтобы они видели. Я вам хочу сказать, мы запишем ваше служение, все ваши, все извинения, мы запишем ваше служение, дадим вам все, чтобы было записано. И, может быть, вы сейчас думаете, я не хочу присоединяться к вам в церкви, я вам хочу сказать, даже мы об этом не думаем, Я вам хочу сказать, придете вы или не придете, самое главное, вам любить Бога, раскаяться в грехах своих и креститься, чтобы все у вас в жизни было так, как Господь повелел. И когда мы знаем Иисуса, тогда нам дается мир Божий, но этот мир только укрепляется в нас, когда мы последуем заповедям Его, и мы по слушанию идем в вере. И я вам хочу сказать, если вы действительно хотите испытать полноту Божьей любви, вам нужно ходить в послушании Бога, вы узнаете полноту Божьей любви, Его мир, если вы будете послушаться Слово Его. Вы знаете, может быть, некоторые из вас с практической точки зрения подходите к крещению и думаете, сейчас я сюда пришел, сюда-сюда пришел, но у меня не во что переодеться. Я вам хочу сказать, мы позаботились обо всем, обо всем, обо всем и обо всем. Мы дадим вам одежду, мы дадим вам, во что вы могли высушиться. Я вам хочу сказать, Иисус поставил нам пример, чтобы мы последовали за Его примером. И мы должны идти за Иисусом, за Иисусом нашим Спасителем, который спасает нас от наших грехов. И что сейчас предотвращает вас, чтобы слушаться Христа, если вы знаете Его? Почему вы не будете послушны Его Слово, если вы еще правильно не крестились или вообще не крещались? И сейчас я хочу, чтобы вы склонили ваши головы и вы закрыли ваши глаза. Отец, я молю тебя сегодня, я молю тебя сегодня за людей, которые должны последовать за тобою, за тобой в послушании. И есть люди, которые, может быть, сегодня, сегодня они думают о том, которые смотрят даже в прямом эфире и думают, любит ли меня сегодня хоть кто-то. И я вам хочу сказать, да, любит, да, Бог любит, который послал Сына Своего Иисуса Христа, чтобы Он умер на кресте. И я вам хочу сказать, ты не послал Сына Своего, чтобы Он умер на кресте для того, чтобы люди последовали каким-то религиозным обрядам или каким-то религиозным нормам. Но ты послал Сына Своего на крест, чтобы люди имели взаимоотношения с тобой, великим, прекрасным, удивительным Богом. Господи, ты знаешь, что люди, которые приходят, они, Господи, не должны быть совершенными. Ты знаешь, что они грешники. Мы знаем прекрасно, Господи, что мы грешники, и люди не должны быть совершенными, но они должны быть совершенно правдивыми, что они согрешили пред тобой, и они хотят быть твоими детьми. Господи, я молю Тебя за людей, которые не знают Тебя, чтобы они обратились к Тебе и крестились. Я молю Тебя за других людей, которые приняли Тебя в сердце своё, но ещё не крестились. Я прошу, чтобы они отложили все свои препятствия, как Ефиопский Евнах. Я прошу Тебя, Господи, чтобы, как и Ефиопский Евнах, он крестился прямо там. Там люди крестились прямо здесь, когда пред ними стоит вода, чтобы им дана была новая жизнь в послушании Господу Иисусу Христу. Сейчас вам даётся возможность, встаньте, пожалуйста, даётся вам возможность, чтобы креститься. Если вы не знаете Господа Иисуса как своего Спасителя, есть пасторы, которые готовы принять вас, которые готовы поговорить с вами о Иисусе. И есть точно так же пасторы, которые стоят и готовы принять вас, эти же пасторы готовы принять вас, чтобы вы крестились и поправили свои взаимоотношения с Господом, чтобы вы пошли за Господом в послушание, и вам даётся возможность исповедать Его, исповедать Его публично пред другими людьми. Вы знаете, у меня много сожалений в жизни, но эти сожаления в основном заключаются в том, что я не соблюдал того, что повелевал мне Господь Бог. Но одного сожаления, которого никогда в жизни у меня не было и никогда не будет, это сожаления в том, чтобы последовать за Иисусом Христом. Запомните, вы никогда не будете сожалеть о том, чтобы следовать за Иисусом Христом. И вы отвечаете так, как ведет вас Дух Святой.